Кошка еще со времен фараонов считалась загадочным существом, мастерски прячущим свои тайны. Но зачастую из этих тайн рождаются мифы, которые превращаются в настоящие заблуждения. И если верить в такие мифы, можно случайно навредить здоровью нашей мурлыкающей компании. Поэтому в этом видео мы вместе с моей очаровательной помощницей Кисей развеем самые популярные мифы о кошках, которые могут вредить их здоровью и даже жизни. Кстати, не забудьте поставить лайк моей пушистой ассистентке. Она в очередной раз проявила свой профессионализм и очарование на камеру. Ее милая мордочка точно заслуживает вашу поддержку. Миф первый. Кошки любят молоко. Классический миф из мультфильмов, где мурлыка всегда рада мисочке молока. Но в реальности все не так радужно. Молоко может стать для вашего любимца настоящим врагом. Ведь молоко у многих кошек вызывает расстройство желудка, вздутие, тошноту и даже диарею. А если каждый день кормить молочком, то кошка может получить ожирение. У кошек, как и у людей, есть непереносимость лактозы. Маленькие котята легко переваривают молоко мамы, благодаря специальному ферменту. Но с возрастом большинство усатых утрачивают эту способность. И молоко становится для них настоящим врагом. Даже если ваша киска не утратила способность переваривать лактозу и готова пить молоко всегда, не стоит вводить его в регулярное меню кошки. А вот нежирные кисломолочные продукты – это другое дело. С низким содержанием лактозы и только в виде маленьких угощений. Они могут вполне порадовать вашего пушистика. Миф второй. Чёрные кошки приносят неудачу. Только представьте, идёт чёрный кот и несёт в лапках плохое настроение и маленькие неудачи для всех встречных. Конечно же, это совсем не так. Этот миф пришёл к нам из средневековой Европы, когда люди начали связывать чёрных кошек с ведьмами и колдовством. В те времена полагали, что чёрные коты помогают ведьмам колдовать. И даже думали, что сами ведьмы могут превращаться в этих пушистых тёмных созданий. Отсюда и пошло суеверие о том, что чёрная кошка якобы приносит невезение. К сожалению, из-за этого мифа чёрные пушистики до сих пор остаются немного недолюбленными. И их реже берут из приютов. Но спросите любого, кто живёт с чёрным котом, и он скажет вам правду. Чёрная кошка приносит в дом тепло, радость и мягкие лапки на коленях. Миф третий. Кошки всегда приземляются на лапы. Да, у кошек действительно есть удивительная способность крутить своё тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Гибкий позвоночник и природный талант к ориентации в пространстве делают своё дело. Но, увы, иногда этой суперспособности не хватает, и кошки могут получить травму. Особенно, если высота падения небольшая. Кошки могут растеряться и упасть не так грациозно, иногда даже приземлившись на бок или спину. И хотя им может хватить духу встать и уйти, это вовсе не значит, что всё прошло гладко. Многие повреждения не видны с первого взгляда. Кстати, падение с низкой высоты для кошек даже опаснее, чем с более значительной. Когда высота невелика, у них просто не хватает времени, чтобы перевернуться и принять кошачью позу для приземления. Миф 4. Беременным женщинам нельзя контактировать с кошками. Этот миф до сих пор пугает многих будущих мам и их пушистых любимцев. Всё из-за страха заразиться таксоплазмозом, инфекцией, которая якобы передаётся от кошки и может нанести вред плоду. Этот страх привёл к тому, что некоторые бедные кисы оказываются брошенными, хотя всё не так страшно, как кажется. На самом деле таксоплазмоз крайне редко встречается у домашних кошек, которые едят обычный кошачий корм и одомашнены с детства. Если ваша мурлыка ведёт благопристойный образ жизни, привита и питается только проверенным кормом, шансы заразиться от неё стремятся к нулю. Да, таксоплазмоз может плохо повлиять на развитие плода, но заразиться им не так просто. Не обязательно избавляться от кошки, как часто советуют врачи. Достаточно соблюдать меры предосторожности при уборке их лотка. Например, не чистить его голыми руками, либо делегировать эту обязанность кому-то другому. И регулярно мойте руки после контакта с питомцем. Миф пятый. Перед стерилизацией кошка обязательно должна стать мамой. Вопреки распространённому заблуждению, кошке вовсе не нужно почувствовать радость материнства. Или один раз родить, чтобы стать полноценной. Материнство для кошки – это просто инстинкт. И если вы стерилизуете её вовремя, она не станет чувствовать себя обделённой или лишённой какого-то великого смысла жизни. Наоборот, статистика показывает, что стерилизация только улучшает здоровье питомца и снижает риск целого ряда заболеваний. Но когда же лучше стерилизовать кошку? Оптимальный период – до первой течки, примерно в 5-6 месяцев. Это не только помогает снизить риск онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы, но и защищает от инфекции мочеполовой системы. Плюс, если стерилизацию проводить в молодом возрасте, кошка быстрее восстанавливается после операции и не успевает поддаться влиянию гормонов. Миф шестой. Кошки способны вылечить себя самостоятельно. Говорят, что кошки могут сами себя вылечить. И никакие врачи им не нужны. Но давайте будем честны. Мурчащий доктор из вашего пушистого друга – так себе. Да, мелкие царапинки кошка может залечить сама. Но когда дело доходит до серьезных ран, воспалений или внутренних болячек, то тут уже без ветеринара никак не обойтись. А если кошка активно вылизывает рану, то вместо заживления может появиться еще большее воспаление, так как ее шершавый язык никак не способствует заживлению. Миф седьмой. Кошки точно знают, что можно есть, а что нельзя. Если кот не пьет воду, значит она ему не нужна. А если выпрашивает котлету, там есть то, чего кошке не хватает. Но на самом деле это не так. Когда котенок только начинает познавать мир, он ориентируется на то, что приносит ему мама, запоминает вкус, запах и текстуру еды. Благодаря этому в будущем он более-менее понимает, что можно кушать, а что нельзя. Но даже самый опытный дикий кот может ошибиться и отведать что-то вредное. Например, поймать больную мышь. И это не всегда заканчивается хорошо. А вот домашние коты совсем не похожи на своих диких собратьев. Они не думают, как раздобыть еду. Она просто волшебным образом появляется в миске. Из-за любопытства морлыки часто клянчат что-то с вашего стола и не всегда понимают, что вкусняшка может быть вредной для них. Например, шоколад, авокадо, изюм и виноград совсем не кошачье меню и могут навредить вашему пушистику. А погрызть цветы – это вообще любимое кошачье хобби. И, увы, может быть опасным для пушистика. Ведь многие комнатные растения для них токсичны. Миф восьмой. Кошки мурлычат только от счастья. Конечно, чаще всего так и есть. Ваша пушистая гурманка наелась, удобно примастилась рядом и мурчит от блаженства. Такое мурчание – знак, что кошке комфортно. И она просто наслаждается моментом. Но не все так просто. Иногда кошачий мурмор скрывает совсем другие чувства. Мурлыканье может быть своеобразной кошачьей медитацией в стрессовых ситуациях. Когда пушистик испытывает боль, нервничает или даже боится. Они используют мурлыканье, чтобы успокоиться. Поэтому все зависит от ситуации. Миф девятый. Кошка сама позаботится о своей безопасности. Зоопсихологи считают, что у кошек отсутствует страх высоты. Их вестибулярный аппарат позволяет легко удерживать равновесие и ловко перепрыгивать с одной поверхности на другую. Но охотничий инстинкт иногда становится сильнее самосохранения. Представьте, кошка видит пролетающую мимо балкона птичку или насекомое и мгновенно решает, что должна их поймать. При этом о безопасности она совершенно не думает и может решиться на опасный прыжок, который вовсе не гарантирует мягкой посадки. Как вы уже знаете, кошки не всегда приземляются на лапы. Чтобы защитить своего питомца, лучше всего установить защитные сетки на окна и не выпускайте его на открытый балкон. Пусть ваша кошка охотится на игрушечных мышек дома, а вы будете спокойны за ее безопасность. Миф 10. Если кот домашний, прививки ему не нужны. Многие думают, ну мой барсик не выходит из дома, значит и заразиться ему нечем. Все чистенько, вирусам тут явно не место. Звучит логично, но увы, это далеко не так. Вирусы и бактерии те еще хитрецы. Они могут попасть к вашему пушистику на подошве вашей обуви, на одежде и даже на ваших руках. А некоторые инфекции так вообще летают по воздуху, словно птицы. Так что не обманывайтесь этой иллюзией безопасности. Даже самым домашним лежебокам нужны прививки и регулярная обработка от глистов. Ведь лучше потратить немного времени на профилактику, чем потом ломать голову, почему мурлыка стал вялым и отказывается от еды. Помните, здоровый кот – это счастливый кот, а счастливый кот – это довольный хозяин. Миф одиннадцатый. Кошки не нуждаются в уходе, ведь они сами по себе. Кошка – самостоятельное существо, она и без меня прекрасно справится, думают некоторые хозяева. А потом удивляются, почему их мурлыка грустит или вдруг начал оставлять неожиданные сюрпризы за пределами лотка. На самом деле коты хоть и независимые создания, но нуждаются в заботе ничуть не меньше собак. Регулярно кормить, убирать за ними лоток, играть, гладить – все это не просто прихоти, а базовые потребности пушистого друга. Ведь кот хочет не только есть, но и чувствовать, что он важен и любим. И главное, если пренебрегать заботой, это может привести не только к испорченному настроению кошки, но и к проблемам со здоровьем. Миф 12. Кошек нужно кормить рыбой. Казалось бы, сырая рыба – это неотъемлемая часть кошачьей диеты. Но, увы, реальность совсем другая. Современные ветеринары не только не рекомендуют рыбу, но и предупреждают – ее переизбыток может сильно навредить вашему пушистику. Почему? Во-первых, сырая рыба – это целый подарочный набор из паразитов, личинок и микробов. Во-вторых, она может вызвать проблемы с почками и мочеполовой системой, особенно у стерилизованных кошек. Более того, в ней содержится фермент, который разрушает витамин В1, крайне важный для вашей мурлыки. Ну а рыбные косточки – это вообще отдельная тема. Они могут поранить ротовую полость, застрять в горле или даже повредить желудочно-кишечный тракт. Если вы хотите побаловать своего пушистого гурмана, то давайте только отварную морскую рыбу и в очень небольших количествах раз в неделю. А лучше замените ее вкусным и полезным мясом. Кошка будет только рада. Если это видео было вам полезно, то обязательно ставьте лайк нам с Кисюшкой и пишите в комментариях, какие еще мифы про кошек вы знаете. А чтобы не пропустить ничего важного о ваших мурчащих любимцах, подписывайтесь на наш канал. И, конечно, делитесь нашими видео с другими любителями кошек. Пусть все мурлыки будут окружены любовью и заботой.